здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня вяжем показываем вот эту вот этот вот вид рукава такая тоже на лицевой глади коса симпатичная интересная вот для нее она у нас состоит из 18 петель которые я отделяю по центру вот у меня сейчас на данном этапе 40 петель минус 18 это будет 22 то есть здесь не надо отделить 11 11 с одной стороны и 11 с другой стороны это и будет а по центру у нас будет 18 петель один маркер так и здесь теперь я использую вот я не знаю почему мне почему-то удобно вязать косы крючком не спицу дополнительно крючок не знаю почему в общем так если мы видим у нас перебросы идут справа налево слева направо то есть они вот так вот чередуются кстати вот здесь вот у нас идет как бы классическая коса которая у нас 18 петель мы их делим на равные 3 часть 6 петель и плетем косу вот именно именно классическая стандартная коса здесь никаких добавлений пока я не делаю соблюдая схему так вот сейчас я снимаю первые 6 петель на этот крючок или на вспомогательную спицу 4 5 6 и провязываю следующие 6 петель а эти дополнительно оставляю на крючке перед работой 3 4 5 6 и теперь провязываю петли с крючком или из дополнительной спицы 1 2 3 4 5 6 следующая третья шестерочка у меня вот третья часть она на этом этапе просто она на этом этапе просто провязывается ничего с ней не делается далее я вижу ровно пять рядов перебросы у нас будут через пять рядов в каждом шестом изнаночный ряд изнаночными петлями лицевой ряд лицевыми петлями девчонки кто не может понять откуда этот рукав и что с ним делать смотрите весь плейлист он в описании под видео там есть базовая модель по которой мы вяжем вот эти разные рукава горловины разные свитера то есть основная база которую вам обязательно придется посмотреть это видео и выбрать свой нужный размер и по этому размеру вы вяжите свой свитер вот на свой нужный размер и со своими нужными и со своими украшениями которые вы хотите так изнаночный ряд еще вижу 4 до 4 ряда еще так вот смотрите я провязала 5 рядов считаю я вот здесь вот как обычно видите от начала 1 2 3 4 5 6 то есть здесь считается и ряд которые мы провязывали делали переброс теперь я делаю следующий переброс слева направо теперь всего их 2 ничего страшного один раз вы делаете так как мы у меня сделала в начале второй раз так и чередуем теперь у нас после маркера 6 петель 3 4 5 6 6 просто провязывается здесь они были здесь эти 6 здесь они в начале теперь переснимаю 6 петель на дополнительную спицу и оставляю за работой провязываю оставшиеся 6 петель и потом провязываю петли со вспомогательной спицы вот и все девчонки вот и вся коса благодаря тому что на лицевой глади вот так вот интересно смотрится этот способ рукава все маркер я рекомендую не снимать оставлять потому что потом вы можете сместиться на одну петлю и пойдет скос как бы уже будет несимметрично это коса расположена теперь я вижу вот этим вот узором этой косой будет сначала ровно 30 петель пока не 30 рядов пока пока не будет потом начну добавлять по краям вот видите вот сначала отсюда сюда теперь снова отсюда сюда 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 вот оно и прекрасно видно видите вот они повторяются через одну все весь узор девчонки всем пока вот 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 вот